Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о соседях в саду, что с чем нельзя садить, а что, конечно, благоприятно отзываться друг о друга. Ведь, как и у растений, как и у людей, нужно также есть свои пристрастия. Взаимодействие растений, оно проявляется многогранно. Почему нельзя садить одни культуры с другими? Ну, во-первых, есть культуры самолюбцы, можно сказать, которые не терпят никаких других растений радом. Эти культуры, значит, первое, чем вы запоминаете, он такой небольшой, очень легкий, и знаете, что они подавляют любые-любые растения, растущие радом. То есть они хотят расти только сами. Это грецкий орех, это сирень, это чубушник, вот это из кустарников дрововидных, и также белая акация относится к этой категории. Есть травянистые растения, вроде бы они такие нормальные, они встречаются в наших садах, но не тормозят рост других растений. Это полынь горка, это пырей, это дикий шавель, а из овощных культур это фенхель. Он также угнетает любые растения, даже древесные. Поэтому, зная этот небольшой перечень, значит, старайтесь их высаживать подальше от своих плодовых растений, потому что ваши растения будут развиваться плохо. Ну, другое направление. Другое направление, что нельзя высаживать растения, которые будут иметь общих вредителей и болезней. Например, не садят радом красную и черную смородину, малину и землянику, их нельзя садить радом, потому что одинаковые болезни, они переходят друг на друга. Точно так же в эту категорию относится и крыжовник. Хотя по крыжовнику, знаете, очень интересно, что крыжовник прекрасно растет, если в окружении красной смородины, и совершенно угнетается, если растет рядом с черной смородиной. Вот смотрите, вроде бы все родственники, а как действуют на одно и то же растение. Далее, ну, это взаимодействие растений, значит, проходит как бы через корневое выделение. Явление получило название аллелопатия. Оно давно изучается нашими учеными, как бы уже выработаны оптимальные условия для растений. Ну, и кого нельзя садить радом. С тем же виноградом нельзя садить капусту, нельзя сеять о смене. Они будут угнетать. Ваши виноградные кусты будут чувствовать себя гораздо хуже. Вот, знайте и помните об этом. Вот, вишня не дружит с сочливой. Если они растут радом, она, значит, будет угнетать друг друга и будет развиваться плохо. Поэтому постарайтесь развести эти растения на такое расстояние, чтобы они как бы видели друг друга, но не жили рядом. И они тогда будут давать хорошее урожае. Ну, все растения, которые я таки назвал вам в самом начале, которые плохо действуют на других, я говорю, старайтесь развести. Далее, что еще необходимо. Сейчас модно как бы сажать можжевельники. Так вот, можжевельники являются промежуточным хозяином для ржавчины груши. Если они будут расти радом с грушами, значит, вам придется постоянно на груши бороться с ржавчиной. Тоже, вот, знайте, что их тоже разводите в разные стороны, чтобы они не росли радом. Вот. Ну, а что, конечно, это пример, кого нельзя садить радом. Вы запомнили перчинь небольшой. А вот кого садить радом? Вот, радом можно садить крыжовники, красную смородину, яблоня и груша прекрасно уживаются, если растут радом. Ну, и далее. Еще, кого можно садить, кого нельзя садить. Обращайте внимание на такой нюанс, что есть сорта слаборослые и сорта сильнорослые. Так вот, даже если растения будут благоприятно действовать друг на друга, вот, тем не менее, сами понимаете, что сильнорослый сорт будет просто-напросто своей, ну, мощью ветвей будет заглушать слаборослый сорт. И слаборослый сорт будет расти слабо. Поэтому в этом нюансе также вот обращайте внимание. Слаборослые сорта размешаются в одном месте сада, сильнорослые в другом. Перемешек никаких не делайте. Потому что хорошего урожая слаборослых сортов вы не получите. Вроде бы и площадь занятая, а дача будет очень-очень маленькой. Так что, знайте об этом. Взаимоотношения в саду, видите, сложные. Ну, как можно преодолеть эти взаимоотношения? Как сделать, ну, чтобы растения, которые, ну, нет у нас возможности развести растения по саду. А это тоже делается очень просто. Берем просто-напросто, делаем дорожку, утаптываем дорожку. Не знаю, как это действует, на каком уровне. Но растения, которые даже враждуют друг с другом, начинают прекрасно жить. Как в их появляться межа, появляется граница, которую они стараются не переступать. И растения растут прекрасно. Поэтому возьмите этот способ, этот секрет себе на вооружение. А так вам хороших урожаев, чтобы все вас в саду благоухало, все радовало богатыми урожаями. Смотрите наш YouTube-канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова